Первое убийство он свершил совсем молодым. На суде хладнокровно выслушал приговор «Смертная казнь». Заболел туберкулезом и вряд ли собирался жить долго. Храбр был да безумный. Восхищенно рассказывали, что он преспокойно разгуливал под пулями, как другие гуляют под дождем. Не терял голову в бою, но пьянел от первой рюбки. Учился всего четыре года, зато был прирожденным оратором и артистом. Но если задавали неожиданный вопрос, а он не знал, что ответить, то глотал слова и заикался. Оттого, в принципе, предпочитал объясняться языком оружия. Отступление и поражение его не пугали. Невероятно энергичный он поднимался вновь и вновь и упорно продолжал свое дело. Знаменитый анархист и предводитель крестьянского повстанческого движения Нестор Иванович Махно родился 26 октября 1888 года здесь, в Гуляйпольской волости, Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии. Человек, союза с которым в гражданскую войну искали и красный, и белый, человек, от которого зависела судьба Юга России, не производил впечатления крупного политического лидера или большого военачальника. С виду был неказист. С землисто-желтым, нечисто выбритым лицом, с впалыми щеками, с черными волосами, падающими длинными прядями на плечи, в суконной черной пиджачной паре и высоких сапогах он напоминал переодетого монастырского служку, добровольно заморившего себя постом. Внешность обманчива Нестор Ивановича выдавали глаза. Небольшие темнокорие глаза, не меняющие выражения ни при редкой улыбке, ни при отдаче самых жесточайших приказаний. Глаза, как бы все знающие и раз навсегда покончившие со всеми сомнениями, вызывают безотчетное содрогание у каждого, кому приходилось с ним встречаться, и придают совсем иной характер его внешности и тщедушной фигуре. Под внешней холодностью и неподвижностью лица кипели страсти, которые он скрывал, но бешеные эмоции все равно рвались на волю. Выросший без отца юный Махно начинал еще при царизме в гуляйпольской группе Вольного союза анархистов-хлеборобов и сразу проявил склонность к насилию. Послужной список для совсем еще молодого человека изрядный. Убийства, налеты, экспроприации. Судили его в Екатеринославле вот здесь, в здании военно-окружного суда в 1910 году. Смертный приговор. По малолезству заменили каторгой. Махно недолго посидел в Екатеринославе. Потом его перевели в Москву, в Бутырку. Тюрьма стала для него университетом. Он считал абсолютным злом любое государство, любую политическую партию. Ему нравились только, как он сам говорил, простые труженики, не отравленные еще городским политическим ядом. Иначе говоря, он желал быть единственным политиком. Махно освободила революцию в марте 1917 года. Он вернулся в родные места, создал вооруженный отряд и объявил себя комиссаром гуляйпольского района. На Украине гражданская война была особенно жестокой и кровопролитной. Ни одна политическая сила не могла объединить столь разнородное сообщество. Слабая власть постоянно менялась и сама по себе вызывала отвращение. Махно обещал защитить крестьянина от Петлюры, от Гетмана Скоропадского, от немецких и австрийских войск, которые в 1918 году оккупировали Украину, и от возвращения помещиков, желавших вернуть и землю, и разграбленное имущество. Здесь, в центре гуляйполя, Нестор Иванович произносил речь перед крестьянами. «Я, революционер, махно и мой отряд несем смерть палачам трудового народа Украины». И когда он произносил эти слова, люди падали на колени в страхе и ужасе. Ему нравилось. «Крестьяне кричали, отныне ты наш, батько, и мы умрем вместе с тобою. Веди нас против врага». Что представляло собой гуляйполе в те времена? Население 20-30 тысяч человек, несколько школ. Но вот любопытная деталь. Еще до революции в гуляйполе решительно выступили против Столыпинского закрепления земли в частную собственность. Покупать землю на родине махно не желали. Нестор Иванович вернулся домой с обещанием раздать землю бесплатно и по справедливости. Он повел крестьян разорять помещичьи усадьбы, богатые хутора и процветающие хозяйства немцев-колонистов, которых в тех местах было немало. Забирали все, что хотели. Скот, инвентарь, остальное сжигали. Почему разворовали не все? В чем смысл уничтожения чужой собственности? А это затаенная мечта тех, кто не переносит чужого успеха. Пусть все превратится в пепел, лишь бы больше никто на этом не обогащался. Махно хотел, чтобы владельцы мельниц и маслобоин отказались от своего имущества в общую пользу. А сельская беднота требовала взорвать их и сжечь. Прогоним власть, тогда построим новые. В Гуляйполе был коммерческий банк. Нестор Иванович постановил перечислить деньги на революционные цели. Пришел сюда, в банк он находился в этом здании, и предъявил подписанное им же постановление. Руководители банка посмотрели не столько на постановление, сколько на самого Нестора Ивановича. И выдали деньги. «Деревня есть царство анархии», – записал в дневнике профессор Московского университета Юрий Готье. «Когда она спокойна, то жить хорошо. Когда она приходит в кинетическое состояние, спасайся, кто может. Никто не хочет ничего делать. Наш человек понимает свободу по-своему, как свободу от всякого дела и обязанности». Махно оседлал восстание деревни против города. «Крестьянское самосознание строилось на уверенности в том, что между деревней и городом непроходимые пропасти. Городские жители – паразиты, а государство само по себе – зло. Идеал – это вольная жизнь, в которой вообще нет места начальству». «Население требовало немедленного похода на город, чтобы разогнать засевших там ненужных, вредных для дела правителей», – вспоминал Нестор Иванович. «Он воспользовался невероятной активностью разбуженных революции крестьян, дал выход накопившемуся в деревне напряжению. И внутри деревенская вражда, усилившаяся в гражданскую войну, превратилась в готовность перебить всех и каждого». В конце 1918 года Махно со своим отрядом сел на поезд, идущий на Екатеринослав, и прибыл сюда, на вокзал, который находится в самом центре города. Петлерцы, естественно, его не ожидали, стремительные атаки были выбиты из города. После чего Махно выпустил всех заключенных из тюрьмы, и уже все вместе занялись грабежом. «Летом 1918 года я переехал в Екатеринослав», – вспоминал очевидец. «Здесь 14 раз менялась власть. Взяв город, махновцы истребляли всех буржуев. Так продолжалась неделя. На восьмой день Екатеринослав был освобожден запорожскими стрельцами». Город боялся Махно. Деревня встречала с восторгом, потому что он раздавал землю, обещал избавить от налогов и хлебопоставок. Он повсюду находил сторонников, которым по душе пришлись анархистские лозунги вольности и самоуправления. «Деревня не желала однозначно становиться на сторону красных или белых. Крестьяне всей душой были на стороне красных, когда оказывались под белыми, и за белых, когда приходили красные. Мечтали же оказаться безо всякой власти, которую ненавидели саму по себе». Крестьяне желали, чтобы их оставили в покое. Сопротивлялись всем, кто пытался забрать хлеб. А советская власть рассматривала деревню как огромное зернохранилище. Большевики разрушили нормальный товарооборот, хлеб, да и все остальное исчезли. В городах голодали. «Встретили новый 1918 год в мертвом переулке, где и ночевали», – записал в дневнике один из москвичей. Сейчас возвращался домой и на заборе прочел начертанную народную рукой следующую надпись. «Что не час, то совет, что не день, то декрет, а хлеба нет». «Восстанавливать нормальную экономику, в которой крестьяне выращивали зерно для того, чтобы его продавать, большевики не собирались. «Мы не хотим делать крестьянский социализм», – сразу предупредил Ленин. Иначе говоря, покупка хлеба не предполагалась, только изъятие. Нестора Махно, как крестьянского вождя, большевики считали врагом и пытались уничтожить. Хотя он часто бывал полезен, поскольку еще больше большевиков ненавидел и белых, и самостинников, то есть сторонников независимости Украины. Объявив себя командующим Советской революционной рабочекрестьянской армией Екатеринославского района, он вместе с большевиками в конце 1918 года сражался против Симона Петлюре. В середине февраля 1919-го Махно совершил один из многих поворотов в своей бурной политической карьере и присоединился к большевикам, в тот момент нуждавшимся в любых союзниках, пусть самых ненадежных. Но иметь дело с Нестором Ивановичем было трудно и опасно. Слишком непредсказуемо. В рядах Красной армии Махно оказался в подчинении Пау Ефимовича Дыбенко, знаменитого человека, первого наркома Красного флота. Но если в Москве кто-то полагал, что Пау Ефимович научит Нестор Ивановича дисциплине, то это было крайне наивно. Дыбенко, балтийский матрос, был не меньшим анархистом, чем сам Махно. Сейчас трудно себе это представить, но тогда на здании повстанческого штаба висели лозунги «Мир хижинам, война дворцам, власть рождает паразитов, да здравствует анархия». Людям Махно нравилась такая жизнь в алкогольном угаре. И приятно горячила кровь сознания, внезапно обретенной власти над людьми. Начало 19-го года, время расцвета Махно. Он оседлал важные железнодорожные узлы и, по подсчетам историков, контролировал обширную территорию с населением в 2 миллиона человек. Немаленькое государство, которым управлял железной рукой. «Гуляй поле» превратилось в одну из столиц разорванной гражданской войной страны. Не Махно ездил на переговоры, к нему приезжали на поклон. 29 апреля 19-го сюда, в «Гуляй поле» приехал командующий украинским фронтом Владимир Антонов-Овсеенко. Крупная фигура. Это он брал зимний дворец. Он считал, что благоразумнее иметь Нестора Ивановича в союзниках. Доказывал, если начать борьбу с Махно, то фронт вообще развалится, и белой армии генерала Антона Ивановича Деникина откроется прямая дорога на Москву. Позиция Махно стала критически важна еще и потому, что в мае 19-го года восстал против советской власти бывший штабс-капитан Николай Александрович Григорьев. Он возглавил повстанческое движение под лозунгами «Украина для украинцев, вся власть советом без коммунистов». Под его началом оказалось 20 тысяч штуков, 50 орудий и 6 бронепоездов. Войска бывшего штабс-капитана захватили на юге Украины несколько городов – Кременчуг, Черкассы, Херсон, Николаев. Григорьев воспринимался большевиками как серьезная опасность. Боялись, что он объединится с Махно. Чтобы не допустить формирования опасного для советской власти Союза, сюда, в Гуляй-поле, к Махно, приехал член Политбюро Лев Борисович Каменев. Очень близкий к Ленину человек. Когда Владимир Ильич отсутствовал в Кремле, именно Каменев председательствовал на заседаниях Политбюро и правительства. Желая опередить Григорьева, он первым предложил Махно Союз и остался доволен переговорами. Договариваться с Нестором Ивановичем, надо понимать, было весьма непросто. Академик Исаак Израилевич Минц, который в гражданскую войну услужил в 1-й конной армии, рассказывал, как его командировали к Махно. Махно сказал, какие переговоры на пустой желудок, сядем, поснедаем. Гостю налили с самогона полную кружку и Махнул полную кружку, но из другой посуды. Махно говорит, у нас принято, чтобы переговоры были честными, надо выпить до дна. Самогон под 80 градусов валит с ног. Какие переговоры? Гость нашелся и говорит, а у нас принято, чтобы переговоры были честными, поменяться кружками. Берет кружку Махну, выпивает залпом. Чистая вода. Махну ничего не оставалось. Он взял кружку гостя, выпил и сказал, пожалуй, отдохнем. Переговоры потом проведем. 10 мая 1919 года Каменев телеграфировал Ленину. Дорога на Екатеринослав, Знаменку, Киев отрезана бандами Григорьева. Григорьев, вчера отложивший свидание со мной в Знаменке, сегодня отказывается разговаривать. Он пытается сноситься с Махно. После личного свидания с Махно и посещения Гуляйполя, полагаю, что Махно не решится сейчас поддерживать Григорьева. На свою голову Григорьев все-таки поехал к Махно. Нестор Иванович в союзниках не нуждался и распорядился убить бывшего штабс-капитана. Оставшиеся без вожака отряды Григорьева были разбиты. Однако и Махно вскоре покинул Красных. Он никому не желал подчиняться. Но ликвидировать его столь же легко, как и Григорьева, не удалось. Махно воевал и против Красных, и против Денихина. Помешал успешному наступлению белых на Москву. С гордостью говорил, золотопогонники чуть было не вошли в Москву. Если бы не повстанцы, то над революционной Россией уже давно развивался бы трехцветный самодержавный флаг. Нестор Иванович оказался прирожденным крестьянским вождем и военачальником. Пулеметная тачанка вошла в историю как оружие первой конной армии. А в реальности это Нестор Иванович Махно посадил своих бойцов на тачанке. И создал мобильную пехоту, которая успешно противостояла регулярным вооруженным силам и белым, и красным. Тачанка – это немецкие ресурные четырехместные дрожки. Махно ликвизировал их у германских колонистов вместе с хорошими лошадьми. Нестор Иванович с нескрываемым удовольствием вспоминал, как умело использовал этот вид оружия массового поражения. «Гаврюша, возьми прицел!» – приказывал Махно пулеметчику. Кучер поворачивал лошадей в нужном направлении, а Гаврюша словно присосался к пулемету. «Я крикнул Гаврюше – бей!» Пулемет Максим заговорил как бы с задержкой, но так метко, что ни один из нападавших разорванных пулями не устоял. Антонов Овсеенко писал о Махно. «Убежденный анархист, лично честный парень, за спиной которого совершалась всякая пакость. Он мог быть великолепно использован нами, если бы имели недостающий нам аппарат». А вот другое впечатление человека невоенной профессии, который наблюдал Махно вблизи. «Все человеческие чувства давно в нем заглохли. Его не тронут ни слезы женщин, а к ним он падок, ни плач детей, ни клятвы мужчин. Никто не смеет, не может быть грознее, что значит и жесточе, чем он, батька Махно». Махно сам себя назначил председателем Реввоенсовета повстанческой армии. И в октябре 19-го вновь взял Екатеринослав. Причем захватил город хитростью. Переодетые махновцы въехали сюда на подводах, которые везли продовольствие на рынок. И только здесь взялись за оружие. А свой штаб Махно устроил в этом доме. «Эта осень была самой ужасной для Екатеринослава», – вспоминали горожане. На город напали повстанцы Махно. Начались грабежи и убийства. В руках махновцев город был неделю. Их вытеснила дикая дивизия, то есть конница с Кавказа. Говорят, она согласилась сражаться при условии, что город будет отдан на разграбление. Три дня они свирепствовали в городе. К концу третьего дня Махно снова стал наступать. Он держал Екатеринослав целый месяц. Махно располагал немалыми силами. 28 тысяч штуков и сапель, 50 орудий, 200 пулеметов. И еще бронепоезд, захваченный у белых. В Москве приходилось с ним считаться. Красные опять стали налаживать с ним отношения. Пытались отправить его войска на польский фронт против Юзефа Пилсудского. Махно отказался. Тогда, весной 20-го года, Красная Армия принялась его громить. Большевики – мастера на измышления лжи и на всякие подлости против других, – злился Махно. Его люди призывали красноармейцев переходить на их сторону, распространяли свои листовки. Если тебя твои комиссары гонят на нас, не стреляй, а присылай своих делегатов и узнавай, кто мы. А мы боремся за вольную жизнь без насильников комиссаров и чекистов. Бросайте винтовки и переходите в братские объятия махновцев. Подавить махновцев поручили председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому. Выяснилось, что противостоять на поле боя вооруженному и умелому противнику – не то, что руководить арестами. Повстанцы при подходе частей Красной Армии прятали оружие и притворялись мирными крестьянами. А когда красноармейцы уходили, опять брались за оружие. Феликс Эдмундович жаловался на нервное и физическое переутомление. Заботливые врачи предписали ему курс лечения. 26 июня 1920 года председатель ВЧК отчитывался перед Лениным из Харькова. «Дорогой Владимир Ильич, спешу ответить, что я не на даче, но усиленно лечусь водолечением. Врачи нашли только нервное переутомление, а все остальное в полном порядке, в том числе и легкие. С Махно мне не везет. С ним можно было скоро расправиться, имея конницу. У меня ее не было. Только теперь удается мне сколотить полк из эскадронов, которые удалось выклинчить. Надеюсь, через неделю пустить этот полк в действие». 26 июля 1920 года записал в дневнике молодой писатель Исаак Бабель, в ту пору сотрудник газеты 1-й конной армии «Красный кавалерист». Украина в огне. Махно делает набеги в Екатеринославской и Полтавской губерниях. Появились новые банды. Под Херсоном восстание. Почему они восстают? Короток, коммунистический пиджак? В 1920 году под властью белых оставался лишь полуостров Крым. Общей разрухи не избег и Крым, который за последний год надевал разные маски, говорил генерал Деникин в Севастополе. Но маскарад окончен, маски сняты. Одевшись, наконец, в русский трехцветный национальный флаг, Крым его больше не снимет, поднимая бокал за процветание Крыма. Но сам Деникин, утративший поддержку своего генералитета, принужден был подать в отставку. Главнокомандующим войсками Юга России стал генерал-лейтенант барон Петр Николаевич Врангель. В апреле 1920 он успешно отразил очередной штурм Красной армии. Это подняло боевой дух его войск. В агентурном донесении разведки Красной армии говорилось, Врангель резко отличается от своих предшественников и выделяется из окружающей среды. Человек, безусловно, умный и опасный, великолепно учитывающий обстановку, события и настроение масс. Но сентябрьская попытка наступать, в надежде соединиться с украинской народной армией Симона Петлюра, не удалась. Перемирие с Польшей позволило Красной армии сосредоточиться на Врангеле, перебросить дополнительные силы на Южный фронт, который принял под командование талантливый Михаил Васильевич Фрунзе. В октябре армия Врангеля вынужденно перешла к обороне. Врангель объявил новую мобилизацию, но собрал пятую часть того, что намечал. Большинство сразу разбегалось. Немногие верили в способность Крыма противостоять всей России. Врангелю удалось несколько увеличить свою армию, но ее численность все равно была невелика. 41 тысяча штыков и 17 тысяч сами. Кроме того, около тысячи пулеметов, 250 орудий, 19 бронепоездов, 19 танков, 26 бронеавтомобилей и 34 самолета. Врангель распорядился использовать аэропланы для атак с воздуха на Красную Конницу. Но ресурс старых машин был выработан. Для ремонта не хватало ни запасных частей, ни инструмента. Самолеты падали. Красные тоже оценили военную авиацию. В те дни известия писали. Сейчас достигнуты адские скорости по 300 верст в час. Двух и трех пулеметные автоматические установки, сеющие дождь светящихся пуль. А летчики научились гибче птиц владеть своими крыльями. В революционной войне нет лучшего средства, чем воздушные силы. На что же рассчитывал Петр Николаевич Врангель? Я добиваюсь, чтобы в Крыму на этом клочке сделать жизнь возможной, объяснял генерал. Показать остальной России. У вас там коммунизм, то есть голод и чрезвычайка. А здесь земельная реформа, порядок и свобода. Никто тебя не душит. Никто тебя не мучает. Мне надо выиграть время, чтобы слава пошла. В Крыму можно жить. Так можно будет двигаться вперед. Не так, как мы шли при Деникине. Медленно. Закрепляя за собой захваченное. Но исторического времени Врангелю было отпущено немного. Михаил Васильевич Фрунзе не позволил ему зимовать в Крыму. А вот тут Махно опять понадобился противостоять Врангелю. Вести переговоры с большевиками о совместных действиях против Белой армии Нестор Махно поручил бывшему чекисту Дмитрию Ивановичу Попову. Моряк-балтиец Попов в 1918 году командовал кавалерийским отрядом ВЧК. Он прославился тем, что 6 июля, когда левые сэры восстали против сепаратного мира с немцами, арестовал самого председателя ВЧК Дзержинского. После подавления мятежа бежал на Украину. Вступил в партию анархистов и присоединился к Махно. Стал членом реввоенсовета его армии. Большевики договорились с Махно вместе воевать против Врангеля. Взамен обещали. Первое. Немедленное освобождение и прекращение преследований всех махновцев и анархистов, за исключением вооруженно выступающих против советского правительства. Второе. Полнейшая свобода агитации и пропаганды, как устно, так и печатно, махновцами и анархистами своих идей, без призыва к насильственному испровержению советского правительства. Нестор Иванович лелеял идею самостоятельной крестьянской республики. Рассчитывал, что после победы над белыми советское правительство позволит ему провести на Украине социальный эксперимент. Создать автономию на основах политического и экономического самоуправления. Наивный человек. После победы над белыми он станет следующей целью. После переговоров чекиста арестовали Попова и отправили в Москву. Дзержинский распорядился. Попова держать до более подходящего момента, до ликвидации Махно, выжимая из него все сведения. Когда разделались с Махно, Попова расстреляли. Революционная повстанческая армия Украины присоединилась к Красным. Она подчинялась командующему Южным фронтом Фрунзе, но сохраняла самостоятельность. Председатель Реввоенсовета Республики Лев Троцкий, который, как убежденный государственник анархистов, не любил, предупреждал. Мы можем только приветствовать тот факт, что махновцы хотят отныне бороться не против нас, а вместе с нами против врага. Но рабочий класс Украины не может допустить, чтобы отдельные отряды то сражались в наших рядах, то наносили удар нам в спину. Рабоче-крестьянская Красная Армия говорит, кто не со мной, тот против меня, а кто со мною, тот становится в мои ряды и не покидает их до конца. Нестор Махно, раздраженный разговорами о том, что он будто бы раскаялся и признал советскую власть, ответил большевикам через газету «Путь к свободе». Как мы понимаем мирное соглашение? Никакого идейного контакта и сотрудничества с советской властью или ее признание не могло и не может быть. Мы всегда были и будем идейными непримиримыми врагами партии коммунистов-большевиков. Мы никогда не признавали никакую власть. Не следует спутывать, злостный ли по непониманию военный контакт, являющийся следствием грозящей революции опасности, с признанием советской власти, чего не могло быть и не будет. Позиции были непримиримы, компромисс невозможен. Решающее столкновение – только вопрос времени. В военной истории утвердилось представление о том, что построенные под руководством французских и английских инженеров укрепления превратили перекоп в неприступную крепость и при штурме Красная Армия несла огромные потери. Это не так. Фортификационные работы не были завершены. Что успели? Воздвигли земляной вал высотой от 6 до 10 метров. Перед ним выкопали ров глубиной 8-10 метров. Перед рвом отрыли линию окопов и протянули проволочные заграждения в 4 ряда. За валом разместилась артиллерия. Крымская газета «Вечернее слово» самоуверенно писала. Красные в ближайшие дни попытаются штурмовать перекопские позиции. Пусть себе лезут и разбивают головы о перекопские твердыни. Перекопа им не видать. Но о том, что укрепление можно обойти через Сиваш, белые генералы почему-то не подумали. Хотя именно так поступали русские войска, когда в 18 веке воевали с Турцией. В ночь на 8 ноября кавалеристы Махно, которые именовались Крымской группой войск Революционной повстанческой армии, под командованием Семена Никитича Каретника, вместе с частями Красной армии форсировали Сиваш и обошли перекопский вал. Кто участвовал в атаке, не забыл ее до конца жизни. Бойцы бросались в стылую и вязкую грязь гнилого моря. Мой дедушка Владимир Михайлович Млечен в 920-м воевал здесь, на Чангаре. И он часто вспоминал этот самый драматический момент взятия Крыма, когда ветер внезапно переменился и стал гнать воду обратно в Сиваш. Ветер был посильнее, чем сейчас. И возникла опасность, что броды вот-вот уйдут под воду. И красноармейцы с таким трудом захватившие плацдар на Литовском полуострове окажутся отрезанными и будут обречены на уничтожение. Белые предположить не могли, что войска Фрунзе преодолеют это ледяное болото. К концу дня красные заняли Литовский полуостров и оказались в тулу белых. Армия Врангеля была обречена. Командующий 2-й конной армии Филипп Кузьмич Миронов вспоминал. Чтобы сломить упорство врага на перешейках между Соленым озером Красное, Сивашом и Озером Круглое, была брошена на тачанках повстанческая армия Махно. Заметив быстро несущиеся сотни тачанок, поднявших огромные облака пыли у южной конечности Соленого озера Красное, противник точно по команде прекратил бешеную трескотню пулеметов и винтовок и начал быстрый отход. Когда Красная армия прорвала линию обороны, здесь, в Крыму, в это просто никто не поверил. Считалось, что укрепления неприступны. Но уже 10 ноября войска белых фактически прекратили сопротивление. 11 ноября Фрунзе по радио предложил Врангелю сложить оружие. Обещал амнистию всем, кто капитулирует. Ленин остался недоволен инициативой Фрунзе. Крайне удивлен непомерной уступчивости условий. Если противник не примет этих условий, то, по-моему, нельзя больше повторять их, и нужно расправиться беспощадно. О ленинском недовольстве командование белой армии, разумеется, не знало. Но жестокость расправы предвидела. Поэтому Врангель принял решение эвакуировать армию, хотя судьба покидающих родину не внушала оптимизма. Правительство Юга России считает своим долгом предупредить всех о тех тяжких испытаниях, какие ожидают, так как ни одна из иностранных держав не имеет никаких средств для оказания какой-либо помощи как в пути, так и в дальнейшем. Все это заставляет правительство советовать всем тем, кому не угрожает непосредственная опасность от насилия врага, остаться в Крыму. Погрузка на корабли шла в Севастополе, Евпатории, Ялте, Феодосии, Керчи. Командование белой армии мобилизовало весь флот для вывоза не только военнослужащих, но и пожелавшего уехать гражданского населения. Военное имущество армия бросала, коней выпускала на волю. Всем уже погрузившимся на борт предложили еще раз взвесить, действительно ли они хотят уехать. Самоходная баржа обошла все суда и, решивших остаться, забрала и доставила на пристань. Последние суда покинули Крым на рассвете 15 ноября 1920 года. Отсюда, со станции Джанкой, 16 ноября Фрунзе отправил в Москву телеграмму, которая станет исторической, оперативной, вне очереди, пред совнарком ТОФ Ленину. Сегодня нашей конницей занята Керчь. Южный фронт ликвидирован. Полуостров оказался в полной власти большевиков, и началось массовое уничтожение белых офицеров, которые не смогли покинуть родину. Михаила Васильевича Фрунзе, а также назначенную секретарем Крымского обкома Розалию Землячку и члена Рефвейнсовета Южного фронта Белла Куна будут обвинять в беспримерной жестокости. Но расстрел врангелевских офицеров – идея Сталина. Еще до взятия Крыма, он информировал Троцкого, приказ о поголовном истреблении врангелевского комсостава намереваемся издать и распространить в момент нашего общего наступления. Своё обещание Сталин выполнил. Известный писатель Вересаев вспоминал – началась кровавая бойня. Арестованных по ночам выводили за город и там расстреливали из пулеметов. Начальника особого отдела Южного фронта Ефима Евдокимова представили к награждению Орденом Красного Знамени. Тов Евдокимов очистил Крымский полуостров от оставшихся там для подполья белых офицеров и контрразведчиков, изъяв до 30 губернаторов, 50 генералов, более 300 полковников, столько же контрразведчиков и, в общем, до 12 тысяч белого элемента. На представление к награде Фрунзе приписал – «Считаю деятельность товарища Евдокимова заслуживающей поощрения. Ввиду особого характера этой деятельности проведение награждения в обычном порядке не совсем удобно». Нестор Ивановичу Ордена не досталось. Разгромом Врангеля сотрудничество с ним завершилось. Нестор Ивановича терпели только до тех пор, пока он был нужен. А теперь антимахновские настроения взяли вверх. Красные разделались со своими союзниками-махновцами, хотя те выполнили все взятые на себя обязательства. 23 ноября командование Южного фронта потребовало, чтобы Махно окончательно влился в Красную армию. Немедленно приступить к превращению партизанских повстанческих частей в нормальные воинские соединения. 24 ноября командование фронта предписало все повстанческие войска переподчинить 4-й Красной армии, а органы управления в Гуляй-Поле расформировать. Нестор Иванович отказался. Тогда 24 сентября его верного соратника, командарма повстанческой армии Семена Каретника, с которым Красные только что вместе сокрушали Врангеля, вызвали в штаб Фрунзе, арестовали и расстреляли. 26 ноября Махно и его отряды были объявлены врагами республики и революции. Командирам частей предписывалось разоружить отряды Махно, в случае сопротивления уничтожить. Теперь у него не было никаких шансов. Сокрушив самых сильных врагов, Красная армия занялась махновцами. С остатками повстанческих отрядов Нестор Иванович укрылся в родном Гуляй-Поле, но долго сопротивляться Красной армии не мог. Какое-то время скрывался на Украине, но 26 августа 1921 года, спасаясь от преследователей, перешел в Днестр и сдался румынским властям. Остаток жизни он провел в эмиграции, в бедности, болезнях и забвении. Через много лет после его смерти среди европейской молодежи обнаружилось множество поклонников Махно. Их завораживал его бунтарский авангардизм. Им нравилась его идея, что революция способна разгореться из одного единственного очага вооруженной борьбы, который нужно вовремя разжечь. Идеи Махно вдохновляли пылкие сердца молодых идейных анархистов, готовых до конца стоять за свои идеалы. Поклонником Нестора Ивановича был знаменитый Даниэль Конбендит, самая популярная фигура парижских баррикад времен студенческой революции 1968 года. А советскую власть преследовал страх перед крестьянскими восстаниями, гасить которые так же трудно, как тушить загоревшийся торф. Только залили пожар в одном месте, огонь вспыхнул в другом. И не отпускали пугающие воспоминания о неуловимой армии Махно. Один историк иронически заметил, это правда, что анархия – мать порядка. Если люди вынуждены долгое время жить в ситуации анархии, они сделают все, чтобы вернуть порядок. Так оно и произошло. Наше общество, насмерть перепуганное анархией гражданской войны, символом которой стал Нестор Иванович Махно, выбрало самый жесткий режим из всех возможных.